Вот мы начали чуть-чуть, по-моему, детерминизм, насколько я помню, правильно? Да, там приводились детерминистические диалоги. Это был марксизм, который полагает, что поведение человека определяется тем, в каком классе он состоит экономическом. Потом следующее мы прочитали, это детерминизм биологический, который говорит, что поведение человека определяется его генами, ДНК и так далее. Это здесь объясняются те принятые современные учения, в которых считается, что свободы выбора нет. И вот у нас осталось еще два детерминизма. Это психоаналитический и хевротихинухи. Как бы воспитательный, да. Социально-воспитательный, да. Социально-воспитательный. Да, окей. Кто читает? Ну, давай я дочитаю, раз уж я. Да, давай. Так, детерминизм психоаналитический. Психоаналитический. Детерминизм психоаналитический утверждает, что много душевных факторов, или физических факторов, может быть, которые влияют решительным образом на поведение человека. И часто без того, что человек об этом бы знал. Человек выберет определенную вещь для того, чтобы компенсировать нехватку или травму, которую причинили ему в прошлом. И у него нет возможности не выбрать таким образом. Психоаналитический анализ. Должен поставить, дать человеку информацию. Да, ну, а свой, в общем, не столько должен, сколько может. Может поставить. Поставить ему, в смысле, обеспечить его. Обеспечить ему информацию, то есть человеку, о мире его подсознания. В какой-то мере дать легитимацию или оправдание его поступку. Вот, то есть психоаналитический детерминизм, да, это я уже от себя считаю, что у человека, допустим, есть какая-то травма. И исходя из этого, он действует определенным образом, да, его поведение было запрограммировано этой травмой. Вот, и все, что может сделать психоаналитик, да, это не дать ему свободу объяснить человеку, почему он так поступает, да, потому что там, как-то в одной фильме сказано, тебя в детстве покусала змея, да, и с тех пор вот ты так себя ведешь. Вот, то есть он фактически оправдывает действия человека, да, поскольку у человека проблема, да, он не может понять, почему он так действует, у него комплексы. И вот он приходит к психоаналитику, которому объясняет, и говорит, что все нормально, да, что ты так поступаешь по таким-то причинам, но это не дает ему свободу. Так, если нет вопросов, возражений, я иду дальше. Мы как бы думаем пока, что окей. Ну, это, в принципе, тоже правильно это влияет, просто оно включает в себе все, понятие все, и этот случай, который тоже влияет на человека. Да, конечно, и эта идеология, да, она это констатирует, да, что это влияет. Но мы знаем, что это влияет, да, но тут вопрос, да, что может ли психоанализ сделать человека свободным, да, освободить его от травм или нет. Ну, это как бы все, наверное, привязано к обсуждению темы о свободе выбора, правильно? Да. То есть мы как бы это говорим на одном дыхании, но не очень понятно, кто выбирает вообще, почему так выбирает, что такое свобода. Ну, а что такое вообще как бы свобода, которая по простому смыслу как бы банальна и все. Оказывается, что он как бы не банальный, потому что человек все время находится в рамках каких-то зависимостей, которые навязывают ему то или иное поведение. И спрашивается, а что же он выбирает? Да, такая полная идея. Да, да, и пока. Да, Таня? Ну да, это как бы люди путают предпочтения и выборы, там, курсы, чай. И между тем, что мы узнаем из Торы и как я поступлю в этой ситуации, украсть или не украсть, ну, такого плана. То есть воля Всевышнего, если так можно разделить, и зная его, что так нельзя, я все равно делаю. Вот это, мне кажется, есть свобода выбора. Нет, ну, это может быть правильно, но мы сейчас он обсуждаем всякие, как современная, ну, скажем, наука или современное понимание поступления, как вообще человек себя ведет, откуда, как это можно вообще объяснить, какие есть подходы. Например, зачастую, говоря, человек совершил какое-то преступление, правильно? Например, изнасиловал кого-то. А потом выясняется, что на самом деле он изнасиловал, почему? Потому что он в детстве сам был, как это, курбан, жертвой подобного насилия. Ну, тогда как бы вопрос, может быть, действительно, он какой? У него особенной свободы выбора не было. То есть у него изначально был заложен какой-то мотор, чтобы он механизм превозмочь то, что у него какая-то травма была. Но только спрашивается, его надо судить, либо не надо судить. Не знаю. Ну, это всегда надо человека сперва ввести в курс дела, чтобы он знал ответственность за поступок. Нет, он знал, когда совершает преступление, он знает, но он не может. Почему? Потому что в нем, в конкретном случае, в нем какая-то пружина есть. Наверное, я предполагаю, я не знаю, наверное, суд среди прочего, в том числе, наверное, учитывает это, может быть, он получает меньшее наказание, принимает во внимание, что у него был запущен какой-то механизм, то есть он не был 100% свободен. Наверное, как-то так. Такая, наверное, идея. Ну, есть такая тенденция сейчас, но она, если перебарщивать, то приведет на оборудок оправдания. Нет, я не знаю перебарщивать, он как бы конкретный пример. Мы с Эдро, есть судьи, они как бы выносят это. Потому что мне кажется, что это подпадает вот под эту категорию, мне кажется. Окей. Ну, хорошо, идеально, но он же как бы сейчас все разбирает, по-видимому, Рафа, в конце будет какой-то капитальный вывод, наверное. Да, да, то есть пока мы разбираем те идеологии, согласно которым выбора нет, да, что из-за травмы… Либо он ограничен, да. Либо ограничен, да. В принципе, они все правы, да, что и травмы они влияют, и гены влияют, все, экономические положения тоже влияют, да, и навязывают, да. А если человек знает, что такое будет ему, ну, как бы оправдание, да, он очень хитрый разобрался, и как бы потом приводит аргумент, что, а что вы с меня хотите, у меня была травма. Мы сейчас… Давай посмотрим, прежде всего, логику дальше, чтобы понять вообще, о чем Раф говорит, на конкретные случаи, кто что может использовать, какие лазейки, и все, и пятые, и десятые. Но это более-менее как бы частный случай. Он как бы разбирает вообще под виды, чтобы вообще как бы понять, мне кажется, с теоретической точки зрения, как можно говорить о свободе человека. И отсюда следует вопрос награды и наказания. Если человек по многим принципам, по многим как бы подходным, он изначально является ограниченным в своих, в свободе выборах, на него действуются различные механизмы. Такая, по-моему, идея? Ну да. Ну да, там как раз дальше будет на тему ответственности и так далее. Ну да. Так, детерминизм общественно-воспитательный. Этот детерминизм, он полагает, что существуют общественные структуры, которые навязывают человеку норму поведения. Да. Человек может убедить самого себя, что он выбрал по своему свободному желанию действовать согласно законам общества. Но практически общество вынуждает его вести себя так или по-другому. Нет, так и не по-другому. Слуха так и не по-другому. То есть определяет... А как вы можете? Да, определенный тфу, сетнахогода, определенная как бы форма поведения, она ему навязывает. А предыдущий человек может думать, что он сам что-то хочет. Уже приходит в голову пример, вообще говоря, в наше время, в мое время, да, преподносили там Павлика Морозова, как вот такой героический поступок и все. Когда прошло какое-то время, многие стали думать, а потом уже просто большинство, что он вел себя просто аморально, когда он заложил своего собственного отца, понимаешь? Ну, я не знаю там точно куда плеку, но еще может быть, что он сам действовал, исходя из того, что он считал, что он свободно выбрал, как и сделал выбор вообще, и все. А когда действительно это было в рамках того, что ему навязало общество, да? И вот это общественное навязывание внедряется в душу человека настолько, что человек убежден, что это действие вытекает из его свободного выбора. Это что касается общественного детерминизма. Идем дальше. И как бы стоящая сторона в этих... А, общий знаменатель в этих позициях, принятый не только большинством, но и философами, и людьми науки. И он в том, то есть общий знаменатель в том, что все они полагают, что поведение человека навязано ему. Арацион гу ашлая. Желание – это иллюзия. Гумица даймэд хиратошэля дам ги мухрахат. А на самом деле выбор человека, он неизбежен. Да, правильно. Можно обвинять в какой-то мере эти позиции, отрицающие свободный выбор. Воскольку они этим положением освобождают человека от ответственности за свои действия. И за это их можно обвинять. В той мере, в которой они освобождают человека от ответственности. Это, по-моему, как раз то, что сказала Таня. Можешь себе представить такое общество, где человек, допустим, изнасиловал кого-то, и он докажет, что его тоже изнасиловали, у него была травма, и он с собой не владел и так далее. То есть это целая идеология, которая, в принципе, может привести к тому, что человека оправдать от любых преступлений. Потому что теоретически так и есть. Это все было навязано. Вопрос в том, насколько есть у человека свобода выбора. Идем дальше. Только если человек действительно мог выбирать между алиф и бет, и он выбрал бет. Он должен дать себе отчет в том, почему он выбрал именно так. Если, соответственно, не мог выбирать, то и ответственности нет. Но только если ему навязан было выбрать бет, тогда на нем не лежит никакой ответственности. Поскольку это большая ответственность стоять за своим предпочтением и решением. Как-то так, что ли? Да, да. То есть ответственность состоять за своим предпочтением и решением. Из-за этой большой ответственности отвечать за свои предпочтения и решения. Для большинства людей есть некая душевная трудность принимать ту идею, что поведение человека есть порождение постоянного выбора. Да, тоже интересная идея. Ну, выбор есть, нет. Насколько он постоянен. Все люди, мне кажется, верят в свободный выбор. Потому что мы видим, что я могу выбрать кофе или чай. Ну, вся как бы моя жизнь, она... Ну, то есть я сейчас выбираю кофе или чай. Да, но на самом деле общий мой характер и так далее, и так далее. Да, оно было определено чем-то еще. То есть человеку сложно выбрать, сложно верить в то, что его жизнь является как раз результатом постоянных вот этих выборов. В противоположность этим позициям Тора Израиля обращается к человеку, как обладающему свободой. И мудрецы Израиля склонялись к тому, чтобы подчеркивать, свободу, которой наделен человек. И нужно выяснить, каким, как и каким образом эта свобода возможна. То есть Траф нам описал современные господствующие теории, согласно которым свободы выбора у человека нет. И они, конечно, в какой-то мере они верны, это нам понятно. Но при этом он сказал в конце, что Тора Израиля считает не так. Тора обращается к человеку, как к обладающему свободой выбора. Ну, не знаю, мне это как бы не очень очевидно. Может быть, народу больше как бы понятно. Понятно, в общем, любая религия, в том числе и удаизм. Удаизм уж совсем как бы, который рекламентирует до детали жизнь человека. И тут уж как бы детерминизм вообще просто как бы сто процентов. Человек начинает просыпание и кончаясь засыпанием, у него каждый его шаг он детерминирует. И мы видим, что чем более как бы ортодоксальное общество, там Харидины, например, да, вот, у них как бы вообще есть фусейд наглуд, у них есть как бы форма поведения. Бесконечные статьи в газетах о том, что если кто-то хочет как-то выйти из их рамки и все, какому хэром на него накладывать, с ними разговаривать, и все, то есть ему не дают ни вправо, ни влево, он должен идти вообще так. Включая все, и вида одежды, и вида мобильного телефона, которым он пользуется, и еда, которую он ест, и как он женится, и как он воспитывает детей, то есть ну все. А в чем у него свобода и вывод? Ну в том, что вот эта вся программа поведения, она противопоставляется всему, что навязано генами, обществом, звездами и так далее, да, травмами прошлого, все, что мы прочитали. Вот у него есть то, что толкает его на определенное поведение, но Тор ему говорит, поступай вот так, да, и он получается, когда ему дали две вот эти линии, и он выбирает, то есть он теперь имеет возможность выбирать то, что сказано там, шульха на руке, да, если бы у него не было вот этой определенной линии поведения, тогда бы он, то есть просто выбирал бы, как ему хочется, да, как у него есть настроение. Теоретически я это как бы понимаю, это звучит как бы красиво, понимаешь, там, Торат Исраэль и все, ну, понимаешь, если был раввин, сейчас сам Раб Ширк, я бы уже осмелился бы его спросить, значит, Торат Исраэль. Религиозный человек живет по шулха на руку, и шулха на руку дальше трактуется в известной степени в каждой, как бы, видом, как бы общины, в которой он живет, он трактуется, соответственно, до детали так, либо до детали так, и так дальше. Где он конкретно выбирает? Ну, вот вначале он выбирает, и уже идет по этому выбору. Да где он выбирает? Он рождается, ему он рождается в 10 лет. Ну, почему? В 13 лет или в 12. Какие 13 лет? Ты что-то говоришь, что в 3 года отдают в религиозное заведение. Правильно, но это родители, ну, как бы, отдают в религиозное. А дальше он вправе выбирал? Дальше он находится, дальше он находится, именно то, что описывал Раф, он находится под влиянием воспитательной системы, воспитательной системы, окружающей этого. Люди обычно живут конгрегациями, зовут в замкнутых системах. Чем более, как бы, они ортодоксально соблюдающие, скажем так, да, более харидинные, тем более замкнутые системы. Выйти оттуда вообще невозможно, то есть практически все его поведение ему навязывается окружающей средой. Есть единицы, которые бунтуют, куда-то выходят и все. Большинство людей даже по жизни гораздо проще продолжать. Тот, как бы, образ жизни, который тебе с детства, можете сказать, навязан, либо предложен, ничего не выбирает. Но он, значит, сливает свой выбор с выбором своей общины и семьи. Да он, я тебе говорю, ну, не выбирает ничего, реально. Ну, как человек выбирает? Большинство людей продолжает. Ну, по идее, у него есть этот выбор. А пользуется он им или нет, идет по инерции, это уже, так сказать, его шаг. Он даже не знает, есть ли у него этот выбор или нет, если он родился в этой среде, и он другого просто не видел. Конечно, в том-то и дело. Почему, например, Харидим стоят стеной против того, чтобы призывалась в армию? Они же прекрасно понимают, что там совершенно не 100% этих самых подростков, которые являются гаонами в Торе, и которые все должны обучаться и все прочее. Они просто боятся, что как только будет какой-то выход в внешний мир, соприкосновение как бы с другой опцией, люди будут уходить. Почему сейчас, я как бы прошу прощения, что я привожу пример, но для меня самого это как бы состыковка как бы с реальным миром. Например, те же самые Харидимы, до того, что они всячески препятствуют проведению трамвайной линии, трамвайной линии, чтобы она проходила через их район. Ломают там все, что угодно, выламывают рельсы и все прочее. Никоим образом не было соприкосновения с внешним миром. И властям, что оно расширялось. Почему? Потому что именно это, потому что у человека появляется возможность выбора, а как бы по их мнению выбора не должно быть. Почему? Потому что я выбор уже сделаю. Ну хорошо, это я как бы прорываю, может быть, в открытую дверь, потому что, ну, звучит это как бы все правильно, но в реальной жизни я не очень вижу, как это происходит. Прогресс не всегда хорошо на этом. Есть много примеров, когда прогресс, наоборот, делает. Я просто так, про эту историю. А если честно, то очень интересная тема. Тема потрясная, да? Тема потрясная. Да, можно много, можно о ней говорить и много думать. Но если честно, наверное, есть уровни, я так думаю, что свободы. То есть выбрать кофе и чай, это уже... Да. Чай, например, мне не так поможет утром проснуться, чем кофе. Так это понятно. Уже нет выбора. На таком уровне, да, на таком уровне можно выбирать, нет проблем. Практически как бы, да. А вот, например, то, что я родился там с травмами. Я, кстати, видел, были процессы судебные. Здесь, в Ирландии, по-моему, тоже было. Как раз вот эти, они решили, что человек, который там изнасиловал, ну, у него были травмы большие в детстве, и его, ну, не просто посадили, но посадили как бы с учетом того, чтобы... Да, то есть учли это, да, и, наверное, это так, ну, по логике, я не знаю, не судья, но, наверное, по логике. Это действительно правильно, это надо учитывать. Скорее всего, это действительно учитывается. Да? Окей. Просто тут такая фраза была, как бы, вот Турат Исраэль. И она как бы все закрывала. Мне это как бы не очень понималось, что Турат Исраэль считает так. С одной стороны... Одна фраза не может высказать всей глубины, поэтому мы и думаем, что, ну, да, звучит очень страшно и странно, но вот сказали, что Тора, да, и все. И да, вот я, например, согласен, то, что в общинах влияет на людей. Влияет, даже сильно влияет. Но есть ли вообще в мире совсем свободный человек? Вот это то, что обсуждает Раф. Это вот то, что обсуждает Раф. Ведь он же, смотрите, мне тоже кажется интересный. И по интонации вот эти обсуждения, как бы, ну, современных подходов, они были очень такие, ну, как бы, очень логичные. Но вот в конце вот этот вот последний абзац, да, когда как бы Раф подводит черту и, как бы, говорит ответ Торы, да, и там как достаточно так, ну, я бы не сказал уклончиво, но достаточно неоднозначно сказано. Написано «Лаумат шитот эл». То есть супротив этих идей «Турат Исраэль пуна эля адам кер бен хорин». Действительно, вот, во-первых, что такое Турат Исраэль. Мне это не очень понятно, что такое Турат. Турат Исраэль, она обращается к человеку как к человеку свободному. Бен хорин – это какое-то понятие, то есть, ведь это же тоже, понимаете, на иврите, я тоже не могу сто процентов, как бы, вам сказать и сам, может быть, ответить, какие оттенки слова, потому что свобода тоже на иврите по-разному, как в любом языке может быть, да, синонимы. Есть синоним ховши. Например, хелоним – нерелигиозные евреи. Они не говорят эти слова «бен хорин». Это слово традиционное, это слово религиозное, и оно, видимо, наполнено каким-то определенным смыслом. Оно не употребляется в обычной речи. Люди, которые не соблюдают, говорят ховшиин, от слова «хофэш», слово «свободный человек». Бен хорин – это тоже какое-то определение, это в рамках традиции. И написано «вы хахме исраэль натулай адгиш». Это тоже, Раф, наверное, не зря использует слово. Нату линто – это склоняться, значит, склоняться. То есть, это не было, как бы, очевидно. Тоже «хофэш» и «херут» – это разные слова. Наверное, можно провести целый анализ, какая, как бы, разница. Но, во всяком случае, в нерелигиозном обществе, да, или сообществе, да, «херут» не говорится. Говорится слово «хофэш». «Херут» – это совсем другое. А вот Раф здесь говорит именно про слово «херут», поэтому тут тоже есть оттенки. Окей. Мне неожиданно вначале пришла мысль, когда вы начали говорить, что вот мы сейчас опять говорили об этом. Я сейчас подумал, что даже вообще, наверное, нет свободного человека вообще-вообще. Просто это имеется в виду, что по Торе, когда Маше сказал, выбирайте, ну, добро или зло. Наверное, только между добром и злом вообще можно выбор. Я вот сейчас неожиданно так подумал. Не знаю, вот такая мысль у меня пришла. А полностью свободным, наверное, никто не может. Вы правильно говорите, но мне кажется, опять, мне кажется, да, опять, я минимально во всем этом понимаю. Изначально говорю, да, я совершенно не в роли как бы преподавателя. Я вместе с вами пытаюсь понять, что говорит Раф. Даже из того, что он говорил, ну, как бы это звучит замечательно, выбирать между добром и злом. Но проблема заключается в том, что человек для того, как он определяет такое зло, добро? Опять же, в примере, да, Павлик Морозов, издавая своего отца, он считал, что он делает добро. По прошествии времени оказалось, что он делает зло. Но он так, наверное, не считал. И таких сколько угодно. Враги на руле, которые там сдавали врагов народу или там все прочее. Не факт, что они действовали. Почему? Потому что исходили из того, что они злодеи делают зло. Они считали, что делают на благо государства. Либо им подкидывали какие-то аргументации, которые оправдывали в их глазах. Понимаете? Поэтому говорить о том, что выбор между добром и злом, по большому счету, да, но вопрос, как человек определяет, где зло, а где добро. Окей. Ну, хорошо. Почитаем дальше. Вообще, это процесс, надо продвижения к свободе. То, что сейчас человечество взять, и такое оно раньше, это же и бедное развитие. И это процесс бесконечный, мне кажется, понимание свободы. Свобода, мне кажется, в том, что я не то, что что хочу, то и делаю, а в том, что я могу и то, и то сделать, это, но я выбираю это. Это правильно. Я с этим согласен. Вот то, что Саулюс сказал, что не всегда прогресс хороший. Я как бы так бы ответил, опять очень исходя из своего собственного понимания. Прогресс в каком-то смысле запущенный механизм, его невозможно остановить. Как Харидим не могут остановить рельсы, трамвай таки да будет продолжить. То есть так же, как невозможно остановить мобильные телефоны. И они, в конце концов, они даблут эти мобильные телефоны. Человеку надо научить, как им пользоваться, а не просто накладывать хэром на того, у которого, как бы, вот телефон, в котором есть функции, там, WhatsApp, или там интернет, подключение к интернету и все. Просто говорю примеры, как бы из жизни, да. Когда вы проезжаете сейчас, да, мимо религиозных кварталов, стоят люди. У них на плакатах написано, самое большое зло – это интернет. Ну, вот кто из вас готов подписаться под таким плакатом? Они же серьезно стоят, правильно? Самое большое зло – это интернет. То есть они как будто… А правда состоит в том, что в интернете есть и зло, и добро? Но они же не пишут это, но они же не говорят, мы вас призываем в интернете, как и вообще по жизни, выбирать правильный путь. Они говорят. Человек, который… Фирма открывает в критином районе, да, фирма, которая либо продает мобильные телефоны, либо устанавливает интернет. Они устраивают дикие демонстрации, бросают там камни, вандализм и все прочее. Опять же, они объясняют людям, как пользоваться, правильно? Они говорят, это в принципе зло. То есть человек должен быть в шорох. У него должны быть вот такие штуки. Интернет не раскрывает. Можно писать секс, а можно писать торм. Вот выберешь либо первое, либо второе, зависит. Вот это свободное, выбери, что ты напишешь. Гугл же в этом отношении… Время на этом происходит. Смотри, картофельные бунты, гулипрутик картофеля, ну и так далее. Это, наверное, всегда есть вот такое испытание. Да, но вопрос в том, если у человека… Вопрос в том, есть ли у человека выбор, возможность выбирать, либо у него эта свобода у него отбирается. Если ты не подключена к интернету, у тебя не подключают к интернету. Есть же как бы диктаторские режимы, которые прежде всего, что они делают, они отключают интернет. Это как бы… Есть какой-то тфу-сид-на-агу, такая форма введения, которая очевидна для тоталитарных режимов. Во-первых, обрыв связи с внешним миром. Почему? Потому что из внешнего мира человек начинается выбор, начинает видеть не только то, что ему продают, понимаешь? Поэтому очевидно, очевидно, что у человека должен быть множественный выбор изначально. Когда у него есть множественный выбор, тогда важно с самого начала по-видимому дать ему инструментарий для того, чтобы он мог выбрать, что правильно, а что неправильно. Вы же помните, мы читали про Рава Шерки. Он же вообще как бы говорил очень так революционно, что вообще даже невозможно неправильно воспитать либо преподавателя вообще навязывать обучение, говорить, что учение, что надо учиться. Что значит учиться? Учиться выбирать между добром и злом. Нам настолько интересно подать материал, чтобы ученик сказал, да, вот это мне интересно учить. А если он убегает с твоего урока, так обвиняйся самого себя. Окей? Да, правильно. Ну, хорошо. Можно? Можно я скажу? Да, пожалуйста. Что для меня свобода выбора. Я считаю, что, ну вот, как бы личная свобода, когда ты можешь как бы подняться над ситуацией и понять, услышать глаз Божий и понять, что для тебя нужно выбрать сейчас, в данный момент твоей жизни. Вот это то, что я считаю для меня свобода выбора. И когда ты выбираешь то, что правильно для тебя, у тебя получается все так более-менее хорошо. Когда не выбираешь правильно, получается очень плохо. И все это интуитивно выбирается, а не мозгами. Все равно. Но мозги должны быть обязательно. Ну вот тут Раф как бы объяснял, что это. Смотрите, мы же прочитали. Давайте отталкиваться от текста. Раф показал, разные примеры привел, да? Когда мы говорим отталкиваться мозгами, там выбор. Раф только что показал. Те считают, что она отталкивается мозгами. На самом деле, просто ее в обществе так принято. Либо ему родители так сказали, либо у него травма была. Зачастую, зачастую, встречаясь с людьми, чаще с ними разговаривают. Но, оказывается, на самом деле, он большую часть своей жизни. Он просто пытался перебороть то, что ему навязывали родители. Очень многие люди возвращаются к религии или вообще возвращаются к чему-то, только после того, как они перебороли то, что им навязывали родители. Потому что они считали, что это им навязано. Известно, особенно вязаные типы, например, где все-таки эта возможность выбора больше. Многие подростки уходят. Почему? Потому что они чувствуют, что это им навязывается, они хотят сами выбирать. Поэтому они выбирают какие-то нестандартные формы религии, не так, как это принято и так дальше. Потому что это им навязывается, они хотят жить свободно. Свободно, в смысле, что они хотят выбирать. Окей. Чтобы сделать этот выбор, о котором говорит Елена, я должен знать все, что мне навязано, что навязывает мне общество. Я должен себе это найти, отделиться, подняться над этим. То, что мои гены, то, что мне классовое чутье и так далее говорит. Именно осознавать все, что навязано и над этим подняться. Можно просто стараться не обращать внимания на наше чудесное советское общество. Можно было только держаться от него подальше, по возможности. Да, это правильно. Даже на уровне внешности, смотрите, я не знаю, наверное, во всем мире это так. Это просто доходит до абсурда. Ты видишь, например, люди ходят, нормальные люди, не только подростки, а вообще возраста 20-30 и плюс с рваными штанами. Значит, в мое время и дальше, наверное, не только в мое время, то есть не только в пещерное время, динозавров, но и потом, если я ходил в рваных штанах, над ним бы смеялись, за шеи штаны, там вообще как можно. Сейчас продаются рваные штаны, вот простой пример. Потому что общество как бы навязало людям, то есть ты ходишь не в рваных штанах, ты выглядишь ненормально. Ну, это абсурд, но тем не менее это работает. Ты выглядишь стариком. Ты выглядишь стариком. В рваных штанах не встречаются. Окей, давайте почитаем дальше. Что ты говоришь? Вот тут Константин написал, может быть, по отношению к интернету харидимы сходят из того, как Ашем велел поступить с хананиями, то есть истребить их, несмотря на то, что в них гипотетически что-то было и хорошее. Я привожу такой пример, который очень кицуни такой полярный. Правильно? Когда вы приводите примеры, Ашем сказал истребить. Ну, где написано, что Ашем сказал истребить интернет? Ну, это как бы не уводится напрямую. Правильно? Это как бы люди так трактуют и так дальше. Надо все-таки разделять. Есть прямое указание в Торе, которое, по-видимому, имело отношение к тому историческому периоду и все. Сейчас тоже были случаи, когда такие пламенные ребята поджигали церкви или еще что-то. Я не слышал, чтобы были какие-то религиозные круги, кроме тех, которых, может быть, говорят внутри своих замкнутых сообществ, а не те, которые имеют какой-то доступ и влияние в обществе. Я не слышал, чтобы их кто-то оправдал. Есть, пожалуйста, церковь Лехен Бедагим, хлебы и рыбки. Я не знаю точно, как она называется, которая находится на Кеннер. И вот ее сколько-то год назад, полтора года назад сожгли чуть ли не до тла. Ну, правильно написано. Почему? Потому что написано. Придешь ты в землю княнскую, вот истреби все культы пятой и десятой. Правильно написано так. Это же не имеет никакого отношения сейчас надо это делать. Поэтому сказать, что делать сравнение, сказать, написано истреблять народы, давайте будем истреблять интернет. Давайте будем истреблять интернет. Ну, хорошо. Почитаем дальше. Я хочу подытожить о том, что мы прочитали. Раф, мне кажется, противопоставляет Тору другим учениям чисто на декларативном уровне. То есть, практически это может выражаться, вот как ты рассказал, потому что человек рождается в хоридивном обществе, у него нет выбора. Но на уровне самой идеи как раз Тор обращается к человеку как к свободному. Выбери жизнь. Если прочитать книгу Дворим, как, допустим, революционную Хумашу, то там как раз обращение к человеку как к свободному. Дальше, как это реализуется, другой вопрос. На уровне идеологии, в отличие от, например, психоаналитиков, которые теоретически может быть из того, что сказали человеку, что у него травма, он обретет свободу в какой-то мере, что он может выбирать против этой травмы. Он знает, что это навязано. Но сама идеология, психоанализ вот этого всего, она как бы рисует вот эти факторы навязывания, в отличие от Торы. Она как бы закрывает, наверное, в себе. То есть она не дает выхода, наверное, вот этот психоаналистический подход. Она помогает человеку вылечиться в каком-то этапе, но она как бы закрывает и дальше не дает. Как дальше идти? Я так понимаю. Смотри, мне кажется, опять, я не хочу выглядеть как бы негативно, тем не менее, как бы логика. Мы же знаем, мы же какое-то время учим Тору, да? В общем, многие вещи, они амбивалентны и как бы трактуются амбивалентно. Как бы даже на уровне постулатов, на уровне как бы лозунгов, правильно? Самый лейб-мотив просто шма-Исраэль, правильно? И когда сказали насэ вы не шма, так что, либо насэ, либо не шма, это же как бы идеологический подход. Сначала сделаем, а потом обдумаем, либо сначала обдумаем, потом сделаем. Значит, обдумаем, обдумаем, выберем. То есть, сначала будем делать, а потом будем выбирать, либо сначала будем выбирать, а потом будем делать. И это как бы все время так говорится. Тору приняли свободно, либо над евреями наклонили гору как корыт и сказали, не примите, я же на вас обрушу. А где тут свобода выбора? Ну, то есть, как бы, я понимаю, про что говорит Рафф, но поэтому я думаю, что и он тоже выбирает слова, что он знает аргументацию, которую может привести аудитория, которую, ну, типа, вот я могу представить в виде аудитории, которая скажет, ну, как же, вот сказано так, так. Поэтому выбирает слово «нотех», «ахме» и «сраэль», «нату». То есть «нату» как бы они вот склонялись так выбрать. Значит, склонялись. Уже были другие мнения. Ну, смотри, Натан, там дворим они потом поменяют местами вот это. Сперва осознаем, потом сделаем. То есть, наверное, есть процесс взросления, то есть, как и у детей. Папа сказал, да, я сделаю, потом осознаю. Потом, когда он вырастет, то он сперва осознает, потом будет делать. Я согласен. Опять, можно найти, но это не прямое, не по-прямому сказано. Действительно, то, что сказал Саулю, действительно сказано. Выбери добро. И это основная идея как раз, да? Толковать ее можно как угодно. А то, что сказано в Туре, выбери жизнь. Вот, да. Это то, что я буквально сейчас хотел сказать. Нигде не сказано выбери смерть. То есть, это какая-то однозначная вещь. Нигде не сказано выбери, нигде не сказано выбери смерть. Сказано, когда нельзя от еврейства отказываться. Если вам предъявляют откажись от еврейства, выбери смерть. Смотри, там есть аллахот, то есть религиозные правила действия, которые касаются самых экстремальных законов жизни. Есть законы, которые касаются Киду Шашен, когда человек не имеет права отказаться от жизни, а когда человек обязан отказаться от жизни. Есть три вещи, про которые человеку лучше умереть, чем их сделать. То есть, он обязан умереть, но не их сделать. То есть, тоже есть какая-то регламентация. Не в итоге, опять же, направленная на свободу, да? Когда там человека там с ножом в горло там говорят, сделай там, а вот азара, да, там, или что-то еще. Вот как раз вот ради свободы он выбирает смерть, получается, опять. Ну, да. Вот там в зависимости он на публике это делает. Ну, да, это уже... Это тонкость и бессе, но по большому счету действительно есть регламентация. Если человеку говорят с ножом в горло ешь свинину, он может съесть свинину и тем не менее как бы спаситься от смерти. А если ему говорят, убей человека, да, то он не имеет права брать чужую жизнь, спасая свою, например. Возвращенность, если он идет и видит, что человек тонет, он не обязан бросаться и его спасать. Потому что, как бы, он не обязан свою жизнь отдавать за жизнь другу. Ну, там, как бы, много всяких вариантов, но, как бы, общая тема, общая тема, она понятна. Но вот такое, как бы, разделение между, как бы, секулярными подходами и подходами религиозными, да, ну, периодически, как бы, мы это видим. Но практически, я думаю, Раф тоже, опять же, достаточно осторожно это выражает, когда он говорит, что мудрецы израиля склонялись. Почему склонялись? Потому что, по-видимому, было и другое мнение. Окей. Ну, хорошо, давайте пойдем чуть-чуть дальше. Да? Читать? Читать? Да, да. Окей. Магилат с хуёта Адам. Ну, как бы, Магилат с хуёта Адам это манифест прав человека. Декларация. Декларация. Декларация, да. Декларация прав человека. Правильно. Альмат лимно тауд. Для того, чтобы избежать заблуждения. Надо сначала посмотреть или разобраться с термином, который представляется идентифитичным. Неправильно сказал сразу, но хорошо, вы поняли. Свободному выбору. А именно, какой термин? Асхут лэ херут. Право на свободу. Шеник баба Магилат с хуёта Адам. Который установлен или определен в манифесте прав человека. Правильно? Дальше вопрос, где это Магилат с хуёта Адам? Где она вообще? Просто я спрашиваю, потому что я с подковыркой. Действительно, где она? Это основа Конституции США. Она где-то должна быть. А-а-а. Эти. Окей. Репарации прав человека. Википедия, например. Да. В современной культуре или цивилизации принято или принято считать, что у человека есть права. Асхут арешуна бэхэвраа демократит и схут лэ херут. И первейшее право человека в демократическом обществе – это право на свободу. Эн коль кэшер бэйне асхут лэ херут лэ бэйн об хераховши. При этом это я от себя добавляю. Раф подчеркивает и говорит. Эн коль кэшер. Нет никакой связи между правом на свободу и между свободным выбором. Эн кэшер кэн асхут лэ херут и схут мишпатит. Почему? Потому что право на свободу – это право юридическое. Которое устанавливает или определяет, что человек волен поступать по своему желанию. В скобках написано «бэмик балот ахок» в рамках закона. Но при этом она не устанавливает или определяет, почему человек хочет вести себя так, как он себя ведет. Вэхэн нихнасот лэ тмуна коль ши тот адетерминистиют и а то анод ша адам ра цэ киу мухрах ларцу. И тут вступают, как бы, я говорю, в силу, в силу от себя добавляю, все те подходы детерминистические, которые утверждают, что человек хочет, потому что он обязан так хотеть. Более того, именно исходя из того, более того, можно сказать, что именно вследствие того, что человек не свободен, следует ему оставить право на выбора с точки зрения юридической. Почему? Потому что если человек вынужден или обязан сделать, делать какое-то определенное действие, не может быть ситуации, когда закон не позволяет ему это сделать. Не представляется возможным наказывать человека, который действует по своей природе. Последнее утверждение, как бы, не знаю, проблематичное, по-моему, да? Что значит его? Ну, хорошо, дочитаем до конца. Кто-то слава с последней фразой в этом абзаце. И поэтому это уже в Раф резюмирует. Идея или подход, который предоставляет или дарует индивидууму право на выбор, она проистекает в большинстве случаев из установки, что человек не свободен. Я не знаю, это понятно, нет? Не очень. Может, можно повторить последнее? Мягко сказано, вообще говоря. Последнее? Да, вот тут вот, начиная с момента, когда мне самому стало непонятно, честно говоря. Ну, вот тут написана такая штука. Окей. Вот, казачно, отсюда. Более того, можно сказать, что именно вследствие того, что человек не свободен, следует оставить ему право на свободу с точки зрения юридической. Почему? Потому что если человек вынужден или обязан что-то делать, какое-то определенное действие, то не может быть ситуации, что закон не позволяет ему это сделать. Нет, мне это не очень понятно. Ну, может, я туп, конечно. Нет, мне это не очень понятно. Да, вот эта фраза непонятна. Да, она непонятна. Как бы, вроде бы, все определено юридическими законами поступки человека. То есть, как бы, он отвечает перед законами. А вот до конца я там и не понял последнее предложение. Смотрите, я приведу примеры жизни, хорошо? Смотрите, во многих странах, особенно в Израиле, идет борьба за легализацию легких наркотиков. И все продвигается к тому, что их разрешают. Вот, например, каннабис, я не знаю, это каннабля, по-моему, по-русски. Вот есть закон, который, по-моему, даже прошел в каком-то первом чтении, о том, что употребление каннабиса-каннабля для личного пользования, оно не является наказуемым. То есть, раньше человек хватали, у него эта каннабля была, все его там могли посадить. А сейчас нет. Значит, как это на слова Рао, человек может сказать, я чувствую, вот он говорит, аль-ти-во, я чувствую непредалимую потребность курить каннабис. Ему говорят, наверное, говорят, а ты знаешь, от этого может быть плохо, там, то, сё, пятое-десятое. Он говорит, знаю, но не могу. Хочу курить. Хочу курить. И вообще хочу курить. Но на сигаретах же написано правильно, что там курение убивает, не знаю, лошадь, предположим. Но ведь его же продают. Что же, как бы государство убивает людей? Нет. Наверное, исходя из того, что человек, государство говорит, мы не можем законодательно не разрешить человеку делать то, что он по закону может делать. Даже если представляется нам неправильно. И, кстати, от этого, это я сейчас от себя добавляю, естественно, Рафаэль не пишет, далеко идущие выводы. Например, про то же самое, как они, однополые браки. Точно так же. Человек говорит, я хочу. А государство говорит, я не могу запретить это. Это находится в рамках закона. Почему это надо запрещать? Ну, понятно, что там, например, в тоталитарных странах, типа там, ну, любой, возьмите любой, любой. В Иране только что там казнили опять там сколько-то людей, которых вот засекли на гомосексуализме. Казнили. В Союзе 15 лет, по-моему, давали. Почему? Потому что считалось, что это как бы, ну, не считалось, предположим, что-то грядит, как бы члены ячейки общества должны рождать новые руки для работы на пользу обществу. А что-то они занимаются какими-то странными делами. Никакого пользы не приносит. Правильно? А поэтому, как бы, государство говорит, я не могу запрещать гомосексуализм. Человеку хочется. Люди хотят этого. Жалоб нет. Почему надо это запрещать? Это нельзя запрещать. Ну, наверное, там... Автономность. Это того, что написано, «Берешит автономность» все это сделал. И он не знает, что это красная линия и переступает или своим инстинктом и оправдывает свой выбор. Я не хочу сейчас уходить на поле гомосексуализма. Я так привел, для примера, лучше на каннабис. Потому что это тема тонкая вообще и в том смысле, что она требует отдельного разбирательства. Вне евреев было в том, что они не делали брачный контракт между такими людьми однополами. Мастаев, это я зря. Это я на полях сказал. Ну, вот, может быть, более простой пример с тем же самым каннабисом, например. Может быть, это как-то ложится в то, что говорит Раф. Правильно? Да. Можно знать одновременно человеку правду о вреде и пользе и делать выбор правильный. Ну, потом, что правда? Сколько людей знает правду о курении? Правда? Это же правда. И тем не менее, люди курят. Я тоже... Выбирают. Что? Ну, выбирают осознанно, что... Ну, да. То есть, это не означает, что людям не хватает информации. Тем более, мы, во-первых, видим с тем самым коронавирусом, который вообще расколол человечество над мне не равная половина. Правильно? У меня в Синалгере со мной американец, который просто... Я от него убежал в последний раз на последнюю субботу, потому что просто он заводится, его невозможно просто. Понимаешь? О том, что везде конспирация, все, нельзя никому доверять, все, в жизни никогда не будут то самое колодцы, там, вакцинацию делать, и пятый десятый. Ты можешь ему какие угодно факты привести, его не убедит все равно. Окей. Если про канапис, то это, про канапис, это, опять же, в других, вот у нас, например, только для лечебных потребностей разрешается. Вот дети очень сильно установили, например, в Ирландии, там, серьезно, они помогают, но вот эти лечебные, ненатуральные, они изведены. Вот эти, ну да, эти можно пока, но вот другие еще нет. Я думаю, опять, зависит от государства, от уровня государства, например, западные, западные страны, они более становятся, ну, разрешают все. Даже в каком-то случае они теряют Бога, то есть запад, даже говорят, запад отставил Бога, он умирает, Бог остается в стороне. Может быть, наоборот, как раз, освобождает от замкнутости. Конечно, я согласен, я согласен с этим. Сейчас в Европе это те страны, которые ушли от религий, которые дают больше свободы и ответственности. Может быть, люди должны освободиться от детерминизма, освободиться от того, что им навязывает общество, для того, чтобы свободно выбирать. Мы же возвращаемся к тому, что вот Бен-Эйхорин, что евреи должны были выйти из Египта как бы прообраз всему миру, что человек только свободный человек, он выбирает, он может принять Тору, то есть принять религию, принять как бы Всевышнего и так дальше. А все то время, пока он находится как бы в Египте, для него это будет просто смена одного фараона на лавдель другого фараона, правильно? Поэтому, ну как бы можно понять свободное демократическое общество, которое, ну вот действует таким образом, освобождает человека, а дальше каждый выбирает, что он хочет. Один будет канализ. С одной стороны освобождает, а с другой порабощает, потому что уже дойдут, например, почему тот самый гомосексуализм и сказали, ведь не будет никто рождаться, и сейчас большая, очень маленькая рождаемость, в европейских странах умирает, умирает много людей, и они импортируют все сейчас. А ничего, что перенаселение в мире сейчас у нас намного больше людей, чем может выдержать планета. Это опять брус. Вы что, если больше или меньше, вы что, думаете, что нужно тогда что, уменьшать? Адаптировать столько брошенных детей, которых никому не нужны? Нет, я не про это, я про... Я понимаю, Сауле, что ты говоришь, я понимаю, что ты говоришь, но, знаешь, тоже смотри, невозможно людям навязывать и говорить, вы, ты создаешь, как бы, женишься, выбираешь себе пару. Для чего? Для того, чтобы у тебя есть задача в коллективе. Для чего? Для того, чтобы мы продолжали существовать, у нас есть племя, у нас должны рождаться бойцы и так дальше. Но это близко к тоталитарному подходу, правильно? Вообще говорили, как это были, надо просто так крутить ногой. Надо к ней единого машину предоставить, а электричество вырабатывало. Я хочу детей не для бойцов, я хочу, чтобы моя семья и чтобы дети, чтобы мы жили. месяц. Одного хотим, а государство другого хочется от наших детей. Конечно. Но потом, понимаешь, всегда есть возможность убеждения, мне кажется, это правильный путь. Если в обществе действительно реально есть свобода, когда человек может говорить практически все, пожалуйста, каждый может убеждать. например, та часть финнов, а я читал статью про финнов, что у них просто огромное движение за то, что child free. Люди считают, что заведение детей точно так же, как покупка, я не знаю, новой машины. Но человек думает, стоит, не стоит, может лучше вообще не покупать, может пешком ходить, может на велосипеде. Они тоже сами считают, наверное, они сговорили, так было в статье, что это большой расход, там, пятые, десятые и все. Поэтому я думаю, что чем больше свобод в обществе, тем больше Эдгар, в смысле, тем больше вызов человеку. Этот вызов, он сложный, но по-видимому, по-видимому, это необходимо для того, чтобы человек свободно принимал. Для этого должны быть свободны, но мы немножко ушли от того, что Раф говорил, не знаю, мы продвинулись в том, что мы понимали. Мне вот мой, собственно, например, с каннабисом, например, он немного помог. Мне кажется, что это близко к тому, что говорит Раф. Вот последнее, вот то, что он пишет, Лони Та Леониш Адам Шепуэль Аль Питив О. Но Тиевов, в смысле, не в том плане, что у человека, вот у него его природа, да, у него природа убийца. Он же до этого сказался в рамках закона. Но человека нельзя доказывать, если он очень хочет что-то делать. Например, хочет много есть. Его вообще не хочет, его вообще не есть. Такие же тоже, это анурексы, правильно? Там подростки, девочки, вот они дико голодают, вообще в больницу попадаются. Ну, они же не сажают в тюрьму за то, что они не едят. Или человек обжирается, например. Ну, все даже лечит его. Он вот действует, следить его, ну, как бы физически, мы не танцуем. Правильно? были случаи, когда родители за то, что они неправильно кормили детей. Ну, в принципе, есть такой принцип, что если человек хочет, то ему дают поэтому пути пройдет. Да, в рамках закона. Это, я думаю, мне хорошо, что это близко к тому, что говорит Раф. Ну, рамки замкона, это же смотри, смотришь, какой закон. Можно, как в Содоме, здесь там тоже по закону было, но красную линию ты... Я думаю, что мы приблизились к пониманию, потому что вот я сейчас еще раз глазами прочел вот эту последнюю фразу, мне кажется, что я ее как-то немножко, ну, как бы ближе понял. То, что кончает Раф и говорит, вот после того, что нельзя наказывать человека, который действует, как бы исходя из своей природы. И я бы сказал, исходя из заложенных в нем инстинктов, если только они не вступают в противоречие законам. Он же пишет, имкен, а махшава, а маникалы, прад, схутлы, херут, и поэтому как бы модель, которая, или подход, который предоставляет человеку, индивидууму, право выбирать, она проистекает в большинстве случаев из подхода или из установки, что человек не свободен. Это что означает? Вот пример как бы с каннабисом, правильно? Я считаю, человек не свободен, он действует почему-то, в нем заложен. Я не знаю, почему он так хочет каннабис, либо что-то другое. И не знаю, на что на него действует. Опять же, я как бы извиняюсь, потому что я привожу какие-то примеры, но я так сам лично лучше понимаю. У нас, у многих, в том числе мои дети, когда в армии были, мы прошли через это. Приходит подросток, ребенок, и уходит на балкон, и говорит, я должен успокоиться. Все, не могу, я должен успокоиться. Со временем это прошло, потому что и мы ему, и мы, и мы, и мы, в основном другие, объясняли, что это плохо, так делать не надо. И точно так же, например, в час наши дети практически не курят. Почему? Потому что им объяснили. А было время, когда это был закон, все обязаны были курить. Правильно? Так вот, вот то, что Раф говорит в конце, мне кажется, я как-то это лучше стал понимать, да, что вот это вот, скажем, светское общество, которое дает человеку право на выбор, оно по большей части исходит из того, что оно понимает, что человеку надо дать этот выбор. Почему? Потому что он изначально не свободен. И если он что-то хочет, а я тебе объясню, как бы обществу говорить, или психолог, или терминист, я сейчас объясню, почему он это хочет. Он обязан это хотеть, он не может этого не хотеть. Если это не мешает другим членам общества, должен ему это разрешить. Вот это на такой подход. Я думаю, что современное общество, хотя я не большой специалист, но мне кажется, современное общество вообще как бы не выступает в роли педагога, она не говорит, в отличие от раввины, например, или там наставника духа, она не говорит, что хорошо, что плохо. Она говорит, что законно, что незаконно. А остальное можно убеждать, что человек будет делать. Человек будет добровольно помогать этим, то, что очень развито вообще во многих обществах свободных, опять демократических, в том числе в Израиле, огромное количество амутов, тот, где люди как бы помогают этим, помогают этим животным, то есть у себя пятый и десятый. Либо будет сидеть просто в потолок смотреть, свой канабис курить. Каждый выбирает, что он хочет, правильно? Окей? Справедливость, установление справедливых законов очень важно. Опять же, каких справедливых? Например, законы в Найно, они противоречат вот этим самым, тому, что здесь сказано. Какие? Все они противоречат. Человеку навязан новому сексуалисту. Как ты можешь ему это запретить, если ему это навязано его там травмами, генами и так далее? Да. А он не должен, чтобы они преобладали над ним. Он должен понимать... Смотри, я тебе говорю, лучше туда не идти, это сложная область, это может быть самая сложная область. Мне кажется, сейчас это самое главное, как бы, такой вызов, на самом деле религиозному подходу. И поэтому, ну, как бы, большинство раввинов, они тоже все-таки, чем дальше, тем более, не то чтобы мягко, но они более осторожно к этому относятся, потому что на самом деле до сих пор не установлено. Нет единого мнения. То есть, те, которые, как бы, склоняют... Те, которые за то, что гомосексуализм изначально, как бы, противен, за то, что он плохой и все, пятое-десятое, да, они говорят о том, что, как бы, вообще человеку это навязано, что человек не рождается с этим, и то, и все, пятое-десятое. А те, которые, как бы, они, не то чтобы зану питаются, они говорят, нет, человек рождается, вот у него встроенный механизм, все, он ничего с собой сделать не может. Или там пол меняет, например. Любой оправдать, и любовь к животным. Причем-то оправдать, в чем-то... Ну, при чем-то оправдать. Ну, при чем-то... У кого-то гнев, и надо работать над его размером гнева, над его... Сам по себе гнев... Послушай, ну, ты свой, что это более... Опять, я не хочу, чтобы мы сейчас занимались гомосексуализмом. Я начальник сказал, что это сложно, и, по-видимому, по-видимому, это сложная тема. Мы знаем, что есть одна... Вы сказали, мне лишь эту информацию, чтобы не... Сто процентов, но те... Опять, я не хочу туда идти. Но запрет гомосексуализма не более сильный, чем запрет нарушения субботы. Окей? В Израиле большинство населения ездят в субботу. Пока что никому, кроме как заезда в холидинные районы, не приходят в голову брать камни, валуны и начать как бы убивать людей за то, что они ездят в субботу. Правильно? А этот запрет езды в субботу, он нисколько не меньше, чем запрет гомосексуализма. Так что... Просто я говорю, что это... Ну, давайте остановимся на том, что как бы Раб говорит. Вот по поводу того, что мы в конце прочитали, мне кажется, вот эта акцентировка, мне кажется, я немножко прочитал то, что дальше Раб будет говорить, мне кажется, я как бы понимаю. Говорит о том, что вот это вот разрешение свобод в светском обществе, скажем так, оно проистекает в основном из-за того, что принимается точка зрения, что человеку, надо человеку быть свободным, но по существу это не сделать его как бы освободить его от пут, а наоборот, это потворствовать как бы путам, которые детерминизм объясняют, почему он имел пут. Вот как вам такое объяснение подходит, нет? Немного непонятно. Немного непонятно. Извините, можно я задам вопрос? Да, пожалуйста. То есть, это право на свободу в большинстве случаев исходит из предположения, что человек не свободен. Вот это предложение. Это юридическое понятие или это философско-этическое, я так и не понял. Просто до этого уже идет, что именно потому, что человек не свободен, он должен оставить право на свободу с юридической точки зрения. До этого идет предложение. Если это так, мысль, которая дает человеку... То есть, на самом деле, это можно и впрямую трактовать. Вот, допустим, демократическое государство США до 60-х годов или там дальше, когда Мартин Лютер Кинг действовал, свободная демократическая страна. Но негры в этой стране были как бы недолюди. То есть, тут можно убрать слово человек, поставить негр. Негр, допустим, что именно потому, что негр не свободен, он должен оставить право на свободу с юридической точки зрения. Это как бы и с юридической, и с философ-корритической подходит. И дальше тоже можно. Право на свободу для негра исходит из предположения, что негр не свободен. Я не думаю, что... Смотри, опять, мне очень трудно, потому что я даже все время говорить, что я не специалист, я не понимаю, не знаю больше вас. Понимаешь, это все время как бы... Я в данном случае совершенно халилы как бы не наставник, ничего. В отличие от большинства, я могу как бы на иврите читать. Ну и все. Я думаю, что пример с неграми не совсем, потому что расовая дискриминация, она проистекала все-таки из исторических корней и так дальше. Это не совсем... И общество как бы переборолое. Но это не встроенное как бы природное желание, которое висит человек. Мне кажется, какая-то, скажем, даже банальная формулировка о том, что в современном обществе разрешено все, что не запрещено. Разрешено все, что не запрещено. Есть вещи, которые запрещены по закону. При этом закон не говоришь, что это хорошо или плохо. Это дело воспитателей. Воспитывай человека так, чтобы он выбирал А, а не выбирал Б, не можешь ему запретить. Ну так, по-моему. Если вообще человек не наносит вреду, то есть, грубо говоря, если нету жалобы, если нету жалобы, то тогда как бы нету кейса. Люди, один может делать другому все, что угодно, пока другой не обращается в полицию. Если не обращается в полицию, значит, нет кейса, все. Ну так, наверное. Но опять я возвращаюсь к тому, что вот это вот, то, что важно было как бы нам понять, мне кажется, Раф здесь подходит точку зрения о том, что понятие свободы, которое есть в современном обществе, это не то понятие свободы, которое есть в Торе, поэтому он употребляет слово, и вот дальше как бы у нас заголовок корючего параметра, ну тут Бадхорин, Бенхорин, потому что это женского рода, он говорит, что Нефиша Адам и Бадхорин, а душа человека, она свободна. О, а это уже другая вещь. Что такое душа? Душа человека, она свободна. Вот это будет интересно. Это как бы промо на следующий раз, да? Или, может, мы чуть-чуть успеем прочитать. То есть Тора, получается, обращается как раз к душе. В отличие от Декларации Независимости, которая позволяет ему просто действовать согласно вот навязанным ему программам. Ну, это не декларация, не знаю, декларация прав человека. Декларация прав человека, да. Да. То есть она говорит, ты можешь действовать, у тебя есть свобода. На самом деле, что это за свобода? Как раз это свобода, это все программы, да, навязанные. Ну, опять, смотри, с одной стороны, как Рад, ты правильно трактуешь то, что говорит Рад. Да? Окей. Ну, как бы я опять со стороны человека, который живет в обществе. Общество больше всего боится, и в том числе израильское. Почему боится, как бы, религии? Потому что образ религии это образ Ирана. То есть там никаких свобод вообще нет. О каких свободах речь говорится? Там просто, шаг в сторону, шаг влево, у тебя стреляют. Все. Почему? Потому что так нельзя. Почему? Потому что Алла, он так сказал, он все, а ты никто. Вот это подход. А с вами человек говорит, я не могу, я не могу жить, я считаю себя никем. У меня есть право, у меня есть свобода. На что Рафа, ну, как бы, шепчет в углу и говорит, старик, свободы у тебя никаких нет. У тебя свобода действовать по своим механизмам и все, оставь это. Не про то. Понимаешь? Поэтому, смотрите, мне как бы, мне кажется правильно, что мы это обсуждаем. мне даже кажется, я бы даже осмирился и сказал, не знаю, я для себя на первозадачи вижу не в том, чтобы сказать, кто прав, кто виноват, кто прав, кто не прав. а мне как бы сто процентов ставлю свои задачи для того, чтобы адекватно понять то, что говорит Рафшир. При этом, я сам, я сам сказать, чтобы я, во-первых, я не уверен, что я сто процентов его правильно понимаю. И, может быть, даже задав ему вопрос, я бы не сто процентов как бы понял. На самом деле, понять точку зрения. Да, как-то так. Кто тут руку поднимал, по-моему, но уже не поднимает. вот он тоже. Если идет речь о свободе выбора, я так хочу понимать, что это с позиции Тури мы рассматриваем. Если с позиции Тури, например, мне очень нравится выражение Алтар Рэбе Шнур Замана, что он говорит, истинно свободен человек, который исполняет эту волю Творца, связанную с Творцом. Его никто не мешает, не ограничивает его. Эта свобода, так же, как и из митерального ходили. Алман пытался ограничить свободу людей, то есть их свобода была в том, чтобы служить Творцому. Моше Рэбе вывел народ для служения Творцов, чтобы он получил свободную связь с Творцом и был в его судьбе. В этом его свобода заключалась. Я так хочу, с позиции Тури. Я с вами как бы согласен, я думаю, остальные тоже согласны, но мне кажется, что такой подход, он подходит для тех, кто находится в мире. Да, если вы хасильки, особенно как бы любающих хасиль, ну, понятно, они руками, ногами как бы за это говорят, да, все, конечно, сто процентов правильно. Но человек, который не внутри этого находится, ему это не очень понятно. Как бы не то, что по этому, ему это не очевидно. Не очевидно. поэтому звучит очень красиво, очень хорошо, да, убеждает, но это убеждает убежденность, не убеждает не убежден. Вот так бы я скажу. Окей. Давайте, мы уже у нас еще... Душа у нас и не животное. Смотрите, я не знаю, опять, я не знаю, какая у нас душа, животное она, не животное она. Это вообще как бы вещи, понимаете, если пойдете в больницу и скажете, вот, у меня что-то с душой не то. Скажут, ну, вам надо к этому, психо какому дейти, да? Вы придете и скажете, знаете, что у меня животное душа, она, он скажет, я про животное душу не очень. Извините, я не могу сказать, я, ну, один из традиций, только, вы знаете, это, Равин, так он сказал, вот, у него есть такая брошюра борьба с духом. Вот, ну, там, там закладывают, конечно, что, бложественная душа, в смысле, что, наверное, дух бложественной души подсказывает человека. А если нет, то, извините, то человек тоже от Египта исчезает. Слушай, такие люди тоже должны быть. Да, мы только у вас, как бы, немножко плохо слышали. Мы совсем согласны, мы, как бы, все открыты всем мнением, Давайте, вот, я предлагаю буквально, вот, несколько фразков в качестве зачина, прочитаем из следующего абзаца, да? У нас, как бы, много времени осталось. Ну, буквально несколько фраз. Это будет промо на следующий раз, да? Андрей, хочешь, как бы, это продвинуться? Давай. Душа человека свободна. Какая душа? Вот Артур сказал, кстати, животная душа или какая? Непонятно. Тут не сказано. Не сказано. Окей. Окей. Нахзор леньян гуф адам. Вернемся к теме тела человеческого. Тело человека. Ты сказал человека? Гуф адам. Тело человека. Да-да, тело человека. Сто процентов. Вернемся к теме тела. Тело человека. Акзама. Акзама. Слиха, Акзама. Человек, утверждение, что человек, это человек является продуктом продукции, которую он ест. То есть, Если ты ешь мясо, то ты себя, соответственно, ведешь как по мясному. А, то есть мы есть то, что мы едим, да? Да. Что на выходе, то на входе, но как бы такая идея. И это утверждение слышится как преувеличение. Да. Как замаши. Кен каемет баадам тхуша шель хируд шек кашелу ли азбир мекура. О, да. И действительно существует в человеке ощущение свободы, источник которой ему сложно объяснить. То есть человек не соглашается с тем, что я то, что я ем, что я съел, оно тут же стало мной руководить. Да, да. Да, обратите внимание, видишь, написано кашелу ли азбир. Ведь нам же до этого все время объясняли, да? То есть Раф говорил, да ты виза объясняет, то объясняет. А если мы нашли до того, что есть что-то, что тяжело объяснить, то есть вообще говоря, необъяснимо. Окей. Что? Что такое макура? Что? Последнее слово для макура. Элазбир эт мекура. Мекура – это от слова макур женского рода, да? Это хирург. Источник ее, да. Источник ее свободы. Источник ее свободы. Понимаешь? Ну, окей. Ну, окей. Если человек не будет смотреть на природу, чтобы учиться ее, как бы, свойствам… Ну, да. Элазбонан бетуха, бетухо пнима, но будет смотреть, будет всматриваться внутрь ее? Нет, я думаю, внутрь самого себя. А, всматриваться в себя, да? То есть, я думаю, что идея такая, что он не будет смотреть снаружи, в смысле, например, продукт, который он ест. То есть, например, человек, который ест мясо, да, вот он, например, у него свойства там убийцы, например, да? А он посмотрит внутрь себя. А что такое внутрь себя? Внутрь себя, сейчас будет нефиш. То есть, там вот этот необъяснимый источник. Да. Все, что мы можем объяснить, все эти факторы общественные, генетические, это все внешнее, да? Но есть у человека вот это непонятное ощущение с вами. Правильно. Так, тогда он придет к другому выводу. Хотя природа работает как машина. Да. Но человеческая душа не подчинена причинности. Да, причина следственной связи, да. И подчинена причинно-спедственной связи. А Талмуд бы Масехет Шаббат. Талмуд в трактате Шаббат. Умер аль нефиш хадам. Бат хурин ги зу. О! Талмуд говорит о душе человека, она свободна. О! Вот, пожалуйста. Вот это вот очень хорошо. Да. Согласно этому пониманию, можно сказать, что человек фактически живет на границе между двумя мирами. Между миром, который всецело свободен, и миром, который полностью закон. Да. На протяжении истории было несколько попыток упростить эту сложность. Я предлагаю здесь остановиться, потому что мы подошли вплотную к следующему уроку. Ну и как бы хорошая проба, пожалуйста. Вот говорит Нехам, оставайтесь на нашем канале. По-моему, очень интересно. И да, Раф перечислил как бы существующий с точки зрения светского нерелигиозного подхода к поведению человека, который его объясняет. Но при этом как бы последняя была такая уже вот луч надежда. Потому что, несмотря на весь этот детерминизм и определенность все прочее, оказывается, в человеке есть что-то, что вообще невозможно объяснить. И это свобода. Вот я не знаю, как в других обществах, а просто знаю как бы по тому обществу, в котором я живу 35-й год. Ребенок рождается здесь. Первая фраза, которую он говорит, ну, может быть, не первая, но очень быстро, называется «бали». Что такое «бали?» – мне хочется. Вот откуда он это говорит, непонятно. Кто его этому научил? Если думать, что эта фраза, она как раз-то вот не свободная. «Бали» – это буквально пришло мне. «Бали» – он говорит «бали», 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 «ло бали». И потом родители тратят огромное количество времени, мои дети, чтобы отучить детей, чтобы они так не говорили. Читается ни культурно, ни вечно. Вот этот крик души «бали», «бали», «бали». Я тоже «бали», «бали». Ну, да, видишь, поэтому это есть… Да, вот есть такой крик души. Человек говорит «бали, хочется мне быть свободным». И это моя душа, которая говорит во мне. Это божественная искра, которая говорит. Которая говорит, человек должен быть свободен. Все, никуда. И поэтому очень интересно, что, смотрите, мудрецы Талмуда говорили «бадхорин», и «бадхорин» означает, что она свободна. Душа человека, она свободна. Поэтому даже, даже если я приходил в таких жутких условиях, в которых люди были, люди сидели в жутких концлагерях, там, я не знаю, просто совершенно тотальном уничтожении всех свобод. То есть люди отнимали все. И тем не менее были люди, которые, тем не менее, умудрялись каким-то образом чувствовать себя там свободным. И совсем наоборот. Люди играли в то, что они свободны, на самом деле они понимают, что они марионетки просто. Вот и все. Окей? Им дают возможность ходить там в закрытые магазины, покупать какую-то ветчину, там, я не знаю, асситрину и все. На самом деле они просто марионетки. Но это там как бы было. Но мне кажется, мы как бы поинтересно пообщались. Давайте постараемся в следующий раз продвинуться дальше, понять то, что говорит Равин. Хорошо? Окей? Очень интересная тема. Спасибо. Да, мне тоже кажется. Это вообще Рав Шерти, он, конечно, потрясный человек. Недаром он настолько востребован в Израиле. Совершенно разные колонии, совершенно разные аудитории. Не только специфически религиозные. Совсем нет. Совсем нет. Потому что он это выражает как бы в таком виде, в котором человек, который заранее отталкивает навязываемые вещи, он чувствует, что здесь есть что-то, над чем стоит подумать. Поэтому да. Поэтому мы и разбираем эти книги. Окей? Ну, хорошо. Заканчиваем. Всем спасибо. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо. Все хорошо, что хорошо кончается. Всем счастливо. Хороших новостей. Мы все живем на грани некоторых взрывов. Будем надеяться, что они не произойдут. Мы спорим. Да-ра-ба. Окей. Всем счастливо. Пока. Пока-пока.